Как мы уже говорили, гостями Сальвичеговска стали сенатор Людмила Кононова и профессор Московского гуманитарного университета Тамара Гудима. Они провели рабочую встречу с главами Котловского района и города Сальвичеговска по вопросам развития туризма на территории. Разговором в кабинете главы встреча не закончилась. Все отправились на место, чтобы оценить, чем может быть интересен город туристам. Считаю, что часть музея, конечно, займет. Вполне возможно, что здесь реставрационные мастерские хорошие. У нас есть специалисты, но считаю, что это недостаточно. Нужно, конечно, работать, поднимать, приглашать специалистов. Экспозиции какие-то, да, постоянные, возможно. Но в том числе, так как исторически это и так сложилось, что здесь были городские управы. Дом купцов Пьянковых является памятником архитектуры 19 века. В начале прошлого века в нем располагали Сальвичеговское уездное градоначальство и полицейское управление. В 1920 году был открыт дворец искусств. Затем в купеческом доме расположился знаменитый курорт. А в годы Великой Отечественной войны – эвакуационный госпиталь. Сейчас у главы города есть идея разместить в этом здании администрацию муниципального образования. Музейщики уже неоднократно высказывали мысль обустроить здесь резиденцию губернатора Архангельской области. Хотя несколько лет назад здание было передано Сальвичеговскому историко-художественному музею. Но вот реставрацией его занялись только в этом году. И в планах задействовать экспозиционные площади дома купцов Пьянковых. Конечно, мы планируем, что в экспозиционных площадях музея катастрофически не хватает. То есть мы не можем показать просто. У нас экспонировалось сейчас 7%. Больше мы не можем. У нас много зданий, но они все в таком состоянии. К дому купцов Пьянковых примыкает улица Ленина или, как ее раньше называли, Крестовоздвиженская. Как сказал глава Андрей Сергеев, хотелось бы сделать ее пешеходной. А пока на этой улице появились деревянные торговые ряды и прокопливскую ярмарку, и фестиваль юмора стали проводить именно здесь, в центре города, по соседству с музеем Козьмы Пруткова, литературно рожденного близ Сальвичеговска. Но Тамара Гудима высказала свое мнение, какой должны быть улицы исторического города, раз Сальвичеговс претендует на такой статус. Дело-то все в том, что если можно утверждать, что эта улица историческая, если можно. Я не знаю, насколько тут много новоделов и все. То тогда бы желательно, конечно, и покрытие. Но это все, это можно проработать, то есть есть информация... Понимаете, если мы будем утверждать, вот приводим людей и говорим, вот улица историческая, вот Сальвичеговска примерно выглядит вот так. Этот объект безусловен, да? Он исторический. Это здание, как я понимаю, исторический, это все памятники. То есть может просто эта улица может претендовать на это? Улица вполне... Тогда, конечно, скамейки будут другими. Тогда можно будет, понимаете, тогда какой-то антураж-то. Пустите, потом, значит, повозки того времени, на которых можно людей прокатить, там, запряженные лошадьми, еще какие-то. То есть вот люди попали, вот они попали в ту среду, которая и есть Сальвичеговска. Затем гости отправились к соленому озеру. По сути, соль, которую добывали в этих местах, положила на начало не только названию города, но и его расцвету. У Веденского собора Тамара Гудима подметила, что это одна из самых лучших спотровых площадок города, где открывается прекрасный вид на храм, выполненный в стиле строгановского барокко. Строительство началось еще в 17 веке, в начале 18-го осветили. Построено на средства Григория Дмитриевича Строганова. Только он на тот момент мог позволить себе вот именно в таком архитектурном решении сделать церковь. Долго не освещали, потому что она не классическая, православная. То есть видите, стиль барокко внутри иконостас просто потрясающий. По проекту по созданию туристко-рекреационного кластера Котл-Сальвичигост планируется реконструировать чуть больше половины из 16 километров имеющихся в городе дорог. Кроме того, планируется благоустроить набережную от Спаса Объединенной Церкви до Благовещенского собора. Но эта часть проекта вызвала наибольшее число вопросов у гостей. Какой вид приобретет улица, как впишутся здание в благоустроенную набережную. Тамара Михайловна в очередной раз говорила о необходимости следовать облику исторического города и предлагала обратиться к архивным документам. Что значит, с вашей точки зрения, благоустроить набережную? Она как будет? Оденется в Спасе? Она написала, наверное, позже. Камень? То есть находится машина с определенными перилами, с ходами в реке. И, конечно, будет... С леднева может даже. Торога рядом с отсюда, с асфальтированной. Мы поговорим, наверное, она просто появится. Сейчас это просто появится. Поройтесь в архивах, поищите. Наверняка найдете что-то для облика набережной. Побывали гости в Благовещенском соборе Домовой церкви Строгановых. Это памятник архитектуры 16 века. Один из немногих, сохранившихся до наших дней. Сейчас в нем располагается Сальвичегодский историко-художественный музей. Строительство начал Иоанненький Федорович Строганов. Тот самый основательный клана, именно этой веке. Начал в 16 веке. В 1560 году началось строительство. В 1558 году уже благословение у него. Икона сохранилась. Благословение епископа Аликандра, на строительство этого собора. Центральная часть, практически без изменений, дошла до нашего времени, 16 века. С большим интересом гости служили мифы и легенды о Сальвичегодске, о тех же подземных ходах, подтверждение которым жители города встречают по сей день. Якобы на нем можно было чем-то покорить и ездить. Ну, скорее всего, неправда, но тем не менее. А генды устойчивые и есть факты, которые ее подтверждают. Вот этот миф. Поддерживайте. Современная техника отыскать систему подземных ходов не составила бы труда, но надо не забывать, что город Сальвичегодск имеет особый статус, и без соответствующих согласований делать это невозможно. Так что это дело времени. А пока те, кто занят проектом по созданию туристко-рекреационного кластера, должны всерьез озадачиться, будет ли Сальвичегодск историческим городом.